Всем привет! Это видео письмо от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо. Она попросила психологического разбора, дам какие-то комментарии по этому поводу. И вы в комментариях под видео тоже можете написать свое видение этой ситуации. Если вам нравится подобного вида разбора и видео на канале, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну а мы с вами приступаем. Мне 36 лет и для отношений, вернее жгучий интерес во мне вызывают мужчины, которым не нужны серьезные отношения, либо в силу своих жизненных обстоятельств они не готовы к серьезным отношениям. Более того, в моем жизненном поле возникают только такие мужчины. Первые мои отношения начались в мои 18 лет. Мама была очень против, так как он, парень, по ее мнению, был недостоин меня. Конечно же, мы встречались через скандалы дома, но парень не хотел начинать жить вместе и уж тем более жениться. Хотя у меня была и есть собственная квартира. В общем, спустя 6 лет отношений на Острее я забеременела. Но на тот момент он созрел к свадьбе, и мы даже подали заявление с ним в ЗАГС. Наши отношения закончились тем, что он оставил меня беременную. И вообще оказалось, что на работе у него уже давным-давно служебный роман с замужней коллегой. В итоге я родила ребенка и в скором времени вышла на хорошую работу. Сама сделала ремонт в своей квартире, отдала ребенка в платную группу садика. Но в этот момент мама очень сильно мне помогла. Она смотрела моего сына, так я еще доучивалась заочно. Да и работа у меня была с командировками. Помощь мамы, к слову, довольно важный момент для меня. Она всегда самоотверженно помогала в тяжелые моменты. Но когда я выходила из жертвы, начинались бесконечные придирки и скандалы. Обратите на это внимание, что я в итоге плохая мать и так далее. Доходило даже до того, что она приходила к нам в гости и заглядывала в унитаз, под кровать, в холодильник, проверяла, не лежит ли пыль, не грязно ли у нас дома. И все это сопровождалось словами «Я тебя знаю», «Лень родилась впереди тебя». При этом все мое детство и подростковый возраст, моя инициатива была наказуема. И в реальности дома я стараюсь поддерживать идеальный порядок. Потому что вы знаете, если он будет неидеальным, мама нас всегда покритикует и докопается до этого. Итак, следующие мои отношения длились еще 6 лет, но против меня была уже его семья. Там очень властный отец и мать-жертва, терпевшая всю жизнь измены и побои. У меня есть вопрос, а зачем вам такой мужчина с таким прошлым, где его папа такой пример давал? Унижал, изменял, еще и бил мать свою. Это вообще странненько, да? Она и была против всех, а я старше на 4 года, чем ее сыночек. Но я все равно оставалась в этих отношениях, они цепляли какие-то струны моей дыши и порвать я не могла мне. Все еще было для них интересно. Жертвенность, страдания. При этом со всеми финансовыми аспектами своей жизни я справлялась сама и довольно успешно. Я смотрела на своих подруг, которые выходят замуж, состоят в счастливых отношениях, которым их мужчины дарят подарки, заботятся, как на жителей какой-то другой планеты. То есть это не про меня. Со вторым молодым человеком я рассталась по моей инициативе. И просто в один момент внутри словно выключился какой-то тумблер. И мне стало просто с ним неинтересно. Он перестал меня цеплять. Он перестал повторять ту игру, в которую мы привыкли играть. И вот наконец-то у меня с третьей попытки случился брак. Но он не принес мне ничего хорошего. Мой муж по национальности араб, он врач. Он учился, так, не будем уточнять, что тут не было деталей. Супруг собрал в себе все стереотипы об арабах. На начальном этапе отношений он не изменял. Это выяснилось гораздо потом, позже. По его мнению, мужчина в семье царь-бог, а жена его бессловесная тень. Он вспыльчив, агрессивен, живет только своими интересами. И не работает, так как постоянно он учится. Высшее образование, интернатура, ординатура, аспирантура. И на данный момент он вообще уехал в Германию для поиска работы. И ко мне он приезжает раз в 3-4 месяца. И еще не стесняется у меня брать деньги. Суммы, конечно, небольшие. Ну, примерно до 300 долларов. Но тем не менее, этот факт, и он это делает. Понятно, что я просто удобная для него жена, которую не надо обеспечивать. А еще можно и взять при этом. Я всегда очень хорошо выгляжу. Это прямо мой пунктик такой. Так было чуть ли не с детства. А я больше скажу, приучена это была у нас мамой. К слову, мама мне говорила. Сидишь, любуешься в зеркало. А любоваться особо нечем. Ну, унижение за нижение, сравнение, все понятно. Хотя объективно я была очень красивой маленькой девочкой, миловидным подростком и сейчас привлекательная женщина. У меня с этим все в порядке. С мужем я не развожусь, так как уцепилась за идею официального брака. Хотя я понимаю, что путного-то ничего у нас не выходит и не выйдет. Если еще дополнить рассказ с деталями, то я старший ребенок в семье. У меня есть сестра младшая. Мама моя росла в семье с пьющим отцом. Папа не проявлял активно мужскую фигуру в моем воспитании. И с детства я участвовала в уходе за тяжелобольными и лежачими родственниками. Маленький взрослый, да, у нас такой. Это происходило с 8 до 14 лет. Галина, может вы меня направите и посоветуете, что поможет мне изменить мои внутренние установки и построить счастливые партнерские отношения? Девушка еще там посылала, кстати, фотографии. Заранее спасибо написала. Фотографию реально адекватно, симпатично, ухоженная женщина. Что могу вообще... А, еще концовка у нас есть. На данный момент отец моего ребенка стал очень успешным человеком, принимает участие в жизни сына, хочет вернуть семью. Но ее ведь у нас и не было, он меня тогда бросил. А второй молодой человек через 2 года после окончания отношений написал, что очень сожалеет о том, как вел себя и будет любить меня всю жизнь. Знаете, что вам сразу скажу? Мы старые не тревожим, просто все, что было, то было. И если вы хотите реально здоровых, нормальных, адекватных отношений, то мы за прошлое не цепляемся. Мы идем, живем здесь и сейчас и строим планы на будущее. Все, что у нас отвалилось, нас унижало, нами когда-то не интересовалось, я про мужчину, да, и пренебрегало нами. Мы туда никогда... Это все обида. Ты это делал не в обиде, люди себя уже показали. Это пройденный этап. Если бы он хотел нормального взаимоотношения, он бы вас не бросил. Он бы, например, другое не выбрал там своих родителей, что его семья против и так далее. Они бы уже тогда изначально сделали свой выбор. А вот копаться в прошлом, выискивать что-то у него хорошее, давать шанс и так далее, будем честны, положим руку на сердце. Это исключение из правил единичные случаи, когда люди по второму кругу запускают отношения. Именно счастливы не на компромиссах живут, существуют, затыкая себя, а счастливы, у них диалог, понимание, все у них классно. Типа до этого, там, знаю, черт попутал. На самом деле, они были, скорее всего, в таких случаях, не здоровые и не взрослые дети, а потом повзрослели, какие-то этапы новые в жизни, как здоровые люди, взрослые начали отношения. Скорее всего, вот это приводит к успеху. Так что вот ковыряться в прошлом, это от страха одиночества, на самом деле. Мы прошлое не перебираем, мы убираем новое. Не зацикливаемся на старом, правильно? Это то же самое, как достать из шкафа старую юбку, которую я уже условно хотела выкинуть, она уже лежит в пакете на вынос, короче, у дверей. Я ее достаю, такая кручу и верчу, но она не такая плохая. Она вот черного цвета, классическая, под все подходит. Наверное, не модная, конечно, чуть-чуть мне фигуру портит, не мой фасон, но выкинуть жалко. И у меня другой никакой на замену черной юбки нет. Наверное, я, пожалуй, эту оставлю, пока не куплю новую. Дорогая, вы так с этой черной юбкой и останетесь, которая портит вам фигуру, ни под что не подходит, она по факту не нужна. Вот расстались в пакете на вынос у дверей, вот пусть там и остается. Вы приняли свое решение. Будьте что? Уверенной в себе и в своих решениях принятых. Не сомневайтесь в них. Это первое правило счастливого, успешного человека. Вы про здоровые отношения говорили. Вам надо, напишите мне на почту, если хотите. Приобретите у меня лекторий здоровых отношений. В телеграме закрыты 4 лекции на эту тему. Вообще посмотрите, что такое здоровые отношения. То, что вы рассказываете про отношения, это избегающие. Тип привязанности у нас еще есть. Вы на самом деле бежите от здоровых и нормальных отношений. Поэтому вы себя ограждаете от поиска нормальных, адекватных. В вашем поле такие мужчины не встречат, то вы их не хотите на самом деле. Ну, в прямом смысле. То есть, в прямом смысле, вы хотите нормальных отношений, но бессознательно их избегайте. Но, возможно, от страхов, конечно же, всего прочего. Что это объясняет? Мне кажется, вы это все сами знаете, понимаете. Все, кто смотрит мой канал, что-то ковыряются и интересуются психологией. Это будет просто повторяться вам. Такие истины прописные, да, говорить, конечно же. Что он соотделяет от отношений, это страхи наши, которые скрываются в этих отношениях. Но я здесь могу сказать, что здесь проблема с вашей самооценкой. Вы внешне, поэтому вам важно было хорошо выглядеть, ухаживать за собой и так далее. В каких-то моментах ваша самооценка очень хороша, устойчивая. Про внешность, про я научилась зарабатывать, сама самостоятельно с ребенком поднимаю. Все вот это история. Но все, что у нас про критику, про доверие, про любовь, про привязанность, у нас здесь вся эта история, у вашей ситуации хромает. У вас мама с критикой, сравнением и занижением, вот те фразочки даже, которые вы привели в пример видео, письме я зачитывала сейчас, они все про занижение самооценки, точнее даже про ее разрушение. То есть человек, который должен быть вашей опорой, говорить, у тебя все получится, верь в себя, я тебя принимаю, люблю и так далее, вас просто закапывает постоянно и говорит, что, ну, короче говоря, я больше скажу, вот эти напрямую, мама из вас лепила жертву. Мама вам поднимала тревожность, раскачивала, где-то занижала вашу самооценку, сравнивала с другими, разрушала самооценку, чтобы вы были при ней, чтобы вы были для, скажем так, обхаживания ее запросов, ее потребностей, ей зачем-то это было нужно. И вы выросли, вроде бы, замануха какая, когда вам действительно плохо, как вас бросил первый мужчина и вы остались с ребенком, она вам очень сильно помогала, вы это говорили, но при этом находила, критиковала, выискивала грязь и так далее. Вы четко научились предугадывать нападки мамы, хорошо и начисто убираться, быть хорошей идеальной матерью, хозяйкой, работать и тра-та-та-та-та-та-та. На самом деле, это защита от нападения. Я предугадываю ситуацию, что меня могут в этом критиковать, нападать, я защищаюсь таким образом. Хотя, может, вы там не супер какой-то агрессивный, защищаюсь человек по жизни, характер у вас не такой, мягкий и так далее. То есть, это меры вынуждены для закрытия своих страхов, тревоги. Я жду атаки, нападений, критики и всего вот этого прочего. От кого? От самого близкого родного человека. Поэтому вы и допустить до себя близко доверить в мужчину не можете. Вам кажется, я могу предположить только, что у вас есть страх, вообще доверие, близость, вам там очень сильно хочется, но когда доходит до дела, вы не вступаете в такие отношения. Такие мужчины не интересуют. Вы ищете себе сразу проблемных, чтобы были точно негодяями, подонками, бросили, уехали, занимали деньги, были они постоянно, изменяли и всякое-всякое такое прочее, все остальное. Для чего? Это безопасная подушка и защита. Это не я боюсь отношений и боюсь доверять, потому что любимый человек может сделать мне больно. Это такие плохие мужики, попадаются на моем пути, у меня к ним такой иммунитет. Видите, я хорошая, со мной все в порядке, мне не надо с собой разбираться со своими проблемами, сейчас про это поговорим. А это мужчины такие попадаются. Я типа, мои взятки гладкие, ручки чистые, я не виновата. Что мы при таком раскладе, если мы встретим нормального, адекватного парня, серьезного, он вам будет неинтересен, скорее всего. У вас не получается быть там жертвой страдания, выдают свою вторичную выгоду психологическую получать. Поэтому они вас не цепляют. Но еще больше скажу, если я начну быть в нормальных здоровых отношениях, их начну, то есть такой элемент как бы осознания, что вообще происходит, и это мне придется посмотреть на себя на все 36 лет назад и понять, что я делаю что-то не так, а как мне по-новому, а как мне вообще эти эмоции, чувства переживать или станет явным, что я поддавалась травмированию в семье, воспитанию моей мамы. То есть проблемки не только во мне, а претензии у меня появятся к моим близким, к ситуации, в которой я была рождена, воспитана, и как мне с этим жить, а что мне предъявлять или нет, или я боюсь вообще выходить с ними на такой диалог, я избегаю конфликтов с мамой, она до сих пор это пытается доминировать. А тут у меня будет такой, как бы, знаете, дилемма, признавать вот эти проблемы, их как-то надо решать, решать, что с мамой ругаться, или маме что-то высказывать, ее обижать, я же знаю, прессинг начнется, обиды, какие-то у вас с мамой манипуляции любят использовать. И вы четко понимаете, ну нафиг, я за это трогаться даже не буду начинать, не-не-не, дело неблагодарное, страшное, и вообще, не-не-не, не моя история. Поэтому мне проще не копаться в себе, не улучшать себя, а прикрываться вот этими неподходящими мужчинами, обижать на самом деле от доверительных, у вас побег и страх, доверие, любви настоящей, безусловной, и нормально здоровых отношений. Вы их просто боитесь. Возможно, вы не уверены в себе, что вы сможете им, скажем так, соответствовать и реализовывать, и вы везде жертвы, потому что у вас мама делала жертвы, и продолжаете быть жертвой у мужчин, они как-то что-то с вас имеют, пользуются, там, кидают, измываются, и всякое-всякое такое прочее. В каком направлении вам надо понять, что такое здоровые отношения, хотите вы их или нет, готовы ли к ним, попрактиковать нормальные встречи, свидания, и так, то есть, про мужа, который у вас сейчас, баста, это не отношения. Вы понимаете прекрасно, к чему тут все идет, уже пришло, уже попользовались, это уже удобно, это вот вы говорите, он для меня безопасен, я как под защитой, слово муж официальный есть, ко мне не прикапываются, я типа в браке, я в домике. Вот у вас все про в домике, про избежать страх, про конкретную избежание, избегание работы над собой, перемены и так далее, потому что сколыхнуть все это очень страшно, вы знаете, откуда дорастут ноги, влияние, чье, какое, вам с этим страшно жить, принимать это, вы все догадываетесь, вы все понимаете. для начала, перестаньте, запретите себе попадать в ситуацию, унижающую вас и вашу самооценку, я ему никакие деньги не занимаю, я, вы пишите для себя, создайте в общем модель, как я хочу, чтобы мужчина и муж со мной общался, какой мужчина рядом со мной должен быть, какое поведение, чтобы я не была жертвой, мне не делали больно, вот эти учитываем моменты, вы должны вообще представить себе картину нормальных здоровых отношений по вашему ощущению, то есть, для этого должен себя вначить такое, приходить на лектории, послушать эти 4 лекции, для себя заставляем эту картину и уже имеющиеся отношения под картинку эту подгоняем или мы их заканчиваем и ищем, например, новые отношения, то есть, вам нужен опыт, либо то, что есть, менять пытаемся, либо ищем что-то другое, новое, если это вот это не меняется, ломается, вы просто прячетесь, сейчас ваши позиции, это вы прячетесь, вы убегаете, вы в домике, комфортно, социально защищена, все в порядке, и муж официальный есть, и вот эти все установочки старенькие, муж есть, я в домике, это установки, да, это якоря, которые у вас с детства запуганные на тревожности, они привязались к вам на тревожности, как будто типа островок безопасности, понижения тревожности, это мама вам навесила, чтобы вами манипулировать, управлять в нужном направлении, у нее там своя какая-то от этого выгода есть, ей нужна была покладистая, удобная, хорошая, отличница девочка, использовали, эксплуатировали с самого начала и по уходу за вот этими пожилыми родственниками, может быть, за сестрой тоже ухаживали на младшего возраста, ну, короче, это удобный ребенок, и вы остались до сих пор удобной этой девочкой, к сожалению, вам сейчас вообще капец уже неудобно, знаете почему, взрослая тетя, ну, я имею в виду повзрослевшая, взрослая, вы понимаете, о, я что-то могу, деньги зарабатываю и не пропало, и ребенка воспитываю, да, реально, вот в этом направлении и думайте, да, вы не маленькая девочка, вы все можете сами, я больше скажу, вы готовы уже к новым переменам, а просто не знаете, что с этим делать, куда подступиться, вы созрели, поэтому не бойтесь, если вы созрели, вам все по плечу будут все ваши перемены, не бойтесь скрывать гнайники и проблемы с вашей мамой, проживете, отпустите, очиститесь, заживете новость жизнью, вдохнете полные грудью, вот так я вам скажу, будете пока прятаться в домике бояться, результат у вас никакого не будет, и чтобы это все разобрать, я сказала, что, но если конкретно капитально, обратитесь к психологу, пойдите в терапию, если у вас есть средства, просто занимайтесь систематически, хороший психолог, вам должны быть домашние задания, с вами работать, раскрывать вас, выстроить правильно взаимоотношения с мамой, найти свою самооценку, приоритета со своим мужем, услышать свои желания, что я хочу, хочу им занимать эти деньги или нет, а почему их занимаю, если я не хочу, а почему я наступаю на свое горло, на свое желание, делаю то, что я не хочу, вот это вот все надо поднять, сколыхнуть, переработать, и вы будете новой порхать будете, вы к этому готовы, вот что я вам хочу сказать, поэтому вы и написали письмо, вы готовы, вы ждете пинка, толчка, направления, на самом деле, это что, подпитки уверенности, которую вы на самом деле должны получать не от меня, не от психолога, а от вашей мамы, от надежного взрослого, который должен давать эту подпитку, говорит, доченька, тебе все получится, давай, будь уверена в себе, все будет нормально, у вас этого никогда не было, этой веры, или она была какой-то не совсем такой верой, короче говоря, камуфляжем каким-то, но неискренней, и вы готовы, хотите, у вас есть порыв, не знаете, с чего начать, вот этой уверенности, найти свою самооценку, вот я говорю, у вас самооценка в каких-то моментах все окей, стабильно, развиваем эту тему, укрепляем свою самооценку, от этого ваше развитие дальнейшее, и рост пойдет. Спасибо за ваше внимание, пишите комментарии под видео, что можете сказать по этой истории, вы на фобоксе под видео, я оставляю свою почту, вы можете прислать такие же истории для разбора видео, можете индивидуально, если стесняетесь какой-то публичности, обратиться ко мне на индивидуальную консультацию, психологическую, левативтерапию, пожалуйста, также в инфобоксе есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции, подписывайтесь, и я сразу попрошу, если вы пишете ваши истории другим каким-то блогерам, рассылайте, хотите максимально получить спектр освещения, информации и мнений, пожалуйста, мне тогда не присылайте, не хочу тратить время на то, что повторяется на каналы других блогеров. Спасибо большое за понимание, за участие, до новых встреч в следующих видео, скоро увидимся, всем пока.